Добрый день, уважаемые коллеги! В первую очередь разрешите поблагодарить за предоставленную возможность сегодня выступить и разрешите привлечь ваше внимание к достаточно редко встречаемой патологии в пищеводе, такой как отслаивающийся эзофагит или сползающий. На сегодняшний день в отечественной литературе данная тема освещена мало. В зарубежных публикациях представлено достаточно клинических случаев, посвященных этой патологии, под названием слауфинг, эксфолиатив эзофагитис, эзофагитис дисиканс суперфициалис. В атласе клинической гастроинтестинальной эндоскопии Уилл Кокса имеется упоминание о слауфинг эзофагитис, что в переводе Евгения Дмитриевича Федорова звучит как отслаивающийся эзофагит. И представляет собой редкое состояние, которое характеризуется отслоением поверхностных слоев слизистой оболочки пищевода в виде белесоватых продольных пленчатых пластов, напоминающих ленты. Диагностика в первую очередь базируется на данных клиники и эндоскопических данных. И нужно сказать, что клиническая картина не специфична. Пациенты обращаются с жалобами на дисфагию, ощущение кома в горле, тошноту, рвоту, кашель, боли, жжение в грудной клетке. Но в некоторых случаях он протекает бессимптомно и является случайной эндоскопической находкой. Напротив, эндоскопическая картина достаточно специфична. И характерные изменения в пищеводе в виде белесоватых продольных пластов, отслаивающихся слизистой, они локализуются часто в средней и нижней трети пищевода. И слизистая под сползающим слоем часто не изменена. И в некоторых случаях описывались воспалительные изменения слизистой, эрозивно-язвенное поражение на фоне сползающего эзофагита. И при выраженном отслоении пласты слизистой могут обтурировать просвет пищевода, вызывая клинику выраженной дисфагии и рвоты белесоватыми пленками. Фото зарубежных авторов, которые представили случай выраженной дисфагии на фоне обтурации просвета пищевода белесоватыми пленками, видим воспалительные изменения на фоне сползающего эзофагита и выраженный процесс. Также специфична гистологическая картина. Фрагмент слизистой оболочки при этом представлен двумя слоями, поверхностный, который содержит некроз, паракератоз, клеток сезинофилией и крайне редко с бактериальными или грибковыми колониями. И глубже лежащий базальный слой, который не изменен или с минимальными признаками воспаления. Иногда в демаркационной зоне наблюдается базофилия и нейтрофилия. Также макропрепараты зарубежных авторов, где достаточно четко видно, что пласт эпителия представлен двумя слоями. И на сегодняшний день патогенез данного состояния остается неясным. Существуют гипотезы о химическом, механическом, термическом воздействии на слизистую пищевода, также влияние аутоиммунных факторов и связь с ишемическими расстройствами. И в 2012 году американский ученый Джулиана Парди отметила, что предрасположены к возникновению сползающего эзофагита чаще малоподвижные больные, истощенные, как правило, они коморбидные или имеют метастатический рак, получают большое количество лекарственных препаратов, иммуносупрессивную терапию или которые подверглись последние 6 месяцев трансплантации. Говоря об этиологических факторах, к основным, наверное, следует в первую очередь нести это побочное действие лекарственных препаратов из группы нестероидных, противовоспалительных, бифосфонатов, антидепрессантов и антикоагулянтов, в частности добегатран. И имеется упоминание о других заболеваниях, на фоне которого развивается отслаивающийся эзофагита топомфигус, целиакия, ахолазия кардии, состояние после склеротерапии, эндоскопического легирования, единичные случаи и употребление горячих напитков и курения. И во многих исследованиях не получено достоверных данных о влиянии ГРБ на развитие отслаивающегося эзофагита. И хотелось бы отметить об отслаивающемся эзофагите, который индуцирован приемом препарата Продакса, это антикоагулянт, на который представлено достаточно клинических случаев. И в 2016 году Тойя опубликовал, что у 20% пациентов, получающих добегатран, выявлялась характерная картина в пищеводе. И причем 70% из них имели симптомы. И авторы предполагают, что повреждающее действие на слизистую оказывает винная кислота, которая входит в состав капсулы Продаксы. За последний год в нашей клинике выявлено 3 случая отслаивающихся... Извините. Лечение отслаивающегося эзофагита, оно достаточно простое. Оно требует назначения ингибиторов протонной помпы и в случае лекарственного воздействия отмену препарата и замену его на другой. И при назначении препаратов из группы риска мы должны рекомендовать пациенту запивать их большим количеством воды и минимум в течение 30 минут находиться в вертикальном положении. Динамическое эндоскопическое наблюдение также необходимо. Для оценки эффективности проводимой терапии и исключения другой патологии пищевода, которая могла быть незамечена под пластом отслаивающейся слизистой. И в 2014 году Зиммер описал случай выявления аденокарциномии пищевода при повторном осмотре после лечения отслаивающегося эзофагита. В нашей клинике за последний год выявлено 3 случая сползающего эзофагита, один из которых у пациентки 57 лет, которая обратилась с жалобами на ощущение кома в горле дисфагии в течение последних 6 месяцев. Из анамнеза известно, что она страдает гипертонической болезнью и персистирующей формой фибрилляции предсердий. С учетом жала пациентка была направлена на выполнение эзофагогастродиоденоскопии, на которой в пищеводе мы выявили множественные продольные белесоватые пленки, представленными пластами сползающей слизистой, которые локализовались в средней и нижней трети пищевода. Пленки легко снимались биопсийными щипцами, но на некотором протяжении они отрывались от оставшейся части, которая наиболее плотно прилежала к слизистой оболочке. Слизистая верхняя третья пищевода и под отслаивающимися пластами, которые легко обрывались, она была не изменена. Данных за наличие ГРП у пациентки не выявлено. Удалось уточнить, что она принимает 4 препарата, один из которых антикоагулянт продакса по 150 мг дважды в день. Ответ гистологов был таковым, что пласт многослойного плоского эпителия с поверхностными зонами деструкции и присутствием в Д3 многочисленных дегенеративно измененных нейтрофилов, эзенофилов и одиночных групп коков. На основании этого пациентке выставлен отслаивающийся эзофагит, она консультирована кардиологом, гастроэнтерологом. Препарат продакса отменен, назначен ксорелта и назначены ингибиторы протонной помпы. Через одну неделю после лечения пациентка отметила улучшение и при динамическом ЭГДС-контроле через один месяц патологии в пищеводе не было выявлено. Также остальные два случая – это бессимптомно протекающего отслаивающегося эзофагита, вызвано приемом предположительно остеогенона, это осиинсодержащий препарат, и прием антиадепресса, который относится к группе антидепрессантов. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что отслаивающийся эзофагит – это редкая патология, но в клинической практике, с которой может столкнуться врач любой специальности. И поскольку эндоскопическая картина является ключевой в постановке диагноза, поэтому врачу-эндоскописту важно уметь ее дифференцировать от других состояний и по возможности установить причинный фактор. И на наш взгляд она заслуживает дальнейшего наблюдения, изучения и по возможности включения в программу обучающих семинаров и повышения квалификации для специалистов. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...